Здравствуйте, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале. Это видео делают для тега «Грядущая царь». Хочу показать фрагмент из видеоматериала одного из блогеров, который работает в данной теме. У этого человека несколько параллельных каналов. Один из каналов называется «Тема «Грядущая царь», второй – «Добро». Третий имеет достаточно сложное название, не буду о нем говорить. Как правило, он писал раньше комментарии под ником «Иван Иванов», но это не его имя. Это имя вымышленное. Работает он достаточно скрытно, за кадром, при этом искажает голос. И, как правило, та информация, которую он доносит до зрителя, она чаще всего имеет негативный характер. Сегодняшний видеоматериал был связан с Олегом Николаевичем. Он почему-то его соотнес с Юрой Тимохиным. То есть он считает, что это один и тот же человек. И речь шла о том, что якобы Олег Николаевич связан с Брянским ФСБ. По этой причине у него никогда не проверяют то оружие, которое он с собой носит. Речь сейчас идет, естественно, о сабле. Я хочу сегодня вам показать фрагмент этого видеоматериала, еще обсудить комментарии. Ну и, естественно, высказать свое мнение. Я написал в комментариях ссылку вот на этот ролик. Сколько я вам говорил, что у Олега есть куратор в Брянском ФСБ. Вы, наверное, думали, что я слишком осторожный. Да я просто насквозь вижу, когда люди исполняют активные операции. А то некоторые никак не могли понять, почему его с огромной саблей не задерживали ни в Сарове-Дивеево, ни в Екатеринбурге. На секундочку, население Сарова наполовину из сотрудников ФСБ. А с него как с гусь и вода. Вы знаете, я не буду включать Новикова, который также пытается лить грязь на Олега Николаевича. Я хочу только сказать вам о том, что, мои дорогие, Олегу Николаевичу не за что было останавливать. Да, вот я с ним ездила в длительную поездку. Мы были в Москве, мы были в Липецке, мы были в Екатеринбурге. Нас проверяли. Да, единственное, что в Москве мы действительно прошли, при этом ни с кем не разговаривать через вот этот вот блокпост, через ресепшн. Да, мы саблю просвечивали, ее видели, но реакция была спокойная. Не было никаких позывных со стороны Олега Николаевича, которые звучали бы в плане фразы пароля типа «Брянск-Север», о чем говорит автор данного видеоролика. Нет, мои дорогие, просто у Олега Николаевича есть документ на ношение данного оружия. И действительно, те люди, которые все-таки обращали на нас внимание, они проверяли эти документы, относились к нам достаточно доброжелательно. Потому что, как правило, Олег Николаевич по Екатеринбургу в первую очередь передвигался в военной форме. И с саблями там было много людей, это были представители казачества. К саблям там относились вполне адекватно. Поэтому говорить о том, что сабля является показателем того, что Олег Николаевич связан с Брянским ФСБ, это смешно. Так, еще мне хочется зачитать комментарии. Они достаточно любопытны. Я хочу сказать вам, дорогой наш автор канала, о том, что вы обладаете какой-то повышенной трусливостью. Об этом говорит ваша манера общения со зрителем. Вы знаете, когда за кадром работают всевозможные наши уже мессии, золотые, серебряные, женщины, то я их понимаю. Возможно, нет желания приводить себя в порядок, наносить макияж. Можно попустословить и за фоном картинки. Но когда так делает мужчина, то о нем создается определенное впечатление. Мужчина, которому есть что скрывать, мужчина, который чего-то боится, это мужчина-трус. По-другому никак. Вот мне он написал достаточно интересный комментарий под своим видео. О том, что якобы существует вот такой вот пароль или позывной «Брянск в север». И обратите внимание на это какое-то своеобразное запугивание. О том, что мы не должны забывать, что тема «Грядущий царь» попадает под уголовную статью «Смена конституционного строя России», призывы к этому. Но в таком случае вы уже попадаете сами под эту статью, поскольку об этом говорите. Я вам хочу сказать, почему вы считаете, что мы, в принципе, призываем к новому строю, говоря о тех пророчествах, которые нам оставили старцы. Если пророчество имеет возможность присутствовать в сети интернет, значит, их разрешают, значит, их можно оглашать. Я работаю параллельно, в первую очередь, конечно, с богодуховенными текстами. И для меня главный мой царь – это Господь Бог. Об этом и говорят все тексты Единого Писания. Олег Николаевич также проповедует данной теме. И все его видеоролики носят напутственный характер. И меня это очень радует. Мне бы хотелось, чтобы все блогеры работали в данном направлении. Да, у Олега Николаевича есть существенное отличие от всех остальных блогеров. У него в его венах течет царская кровь. В артериях тоже. А если царская кровь, то значит, кровь необычная. Это кровь четвертой группы. Кровь семени Давида. Кровь колена Иудина. Это у нас кровь Иисуса Христа. Поэтому я думаю, что как, если не он, имеет право проповедовать в данной теме? Какое вы отношение имеете к данному тегу, мне непонятно. Потому что те люди, которые пытаются нести действительно добро, они несут добро. Вы же играете какую-то двойную игру. Если действительно хотите навести порядок в теге, то обратите внимание на наших оппозиционеров. Критикуйте их, когда они призывают народ к смене власти, к всевозможным забастовкам. Почему вы не занимаетесь ими? Почему вас так интересует кандидатура Олега Николаевича и мой канал? Как ни странно. Вообще меня удивляет, что все пытаются каким-то образом налить на меня лично грязь. И пытаются делать вот эти все юмористические ролики. Я, конечно, спокойно к этому отношусь, потому что люди, которые не обладают особым интеллектом, они, в принципе, на большинство не способны. Поэтому отношусь к этому скептически. Ну, когда, как вы, пытаетесь вот лить грязь мужчина на мужчину, мне вообще непонятно. Настолько смешно, настолько по-бабьему. Извините, дорогой. И ваш комментарий, в котором вы говорите о том, что якобы я на вас навожу порчу, колдую в отношении вас. Вы знаете, я кроме молитвы Отче наш и Бога духовенных текстов абсолютно не владею ничем. Я не умею ни колдовать, ни заговаривать. Ничего не умею. Я не владею этими знаниями. Поэтому обменять меня в этом смысла нет. У Олега Николаевича действительно есть способности, он обладает силой, но он никогда не делает злые дела, потому что помазанник, он пришел от Бога. А если к нему относятся плохо, если ему вредят, то, естественно, свыше этих людей наказывают. Поменьше относитесь к людям со злом, в том числе и к Олегу Николаевичу. Будьте жить спокойнее и будьте здоровее. Потому что я действительно наблюдаю такую тенденцию. Те, кто вредили Олегу Николаевичу, те, кто не хотели, не желали с ним общаться, я сейчас говорю про монастырь, про схиегумена, они все затем, позднее получили своего рода наказание. И я не буду перечислять список всех людей. Среди них достаточно много, которые работают в данном теге и которые прекратили дальше говорить негатив. Я думаю, что вы сделаете вывод и начнете работать в этом теге, принося людям пользу. Пока, к сожалению, я этого не наблюдаю. Субтитры сделал DimaTorzok